Продолжение следует... 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 И, соответственно, абсолютно понятно качество нашего кредитного банкира. В общем-то, банку «Абсолют» слово «Абсолютное» должно соответствовать. Тут вы очень хорошо сказали. Спасибо. Не могу. Раз уж книга лежит на столе, ружье должно выстрелить. Дау Тойота, Джеффри Лайкер. Что это за книга? Потому что тоже много читаю. И чем она может быть полезна профессиональному банкиру? Я посмотрю, можно? Да, пожалуйста. Я могу даже первую страничку открыть, там что-нибудь прям показать, что в ней написано. А что там можно показать? Тут, например, очень интересно рассказывается о том, как это, по сути, путь Тойота. Да, Тойота, которая сегодня бедная отзывает свои машины по всему миру и признает, что вау, мы совершили ошибку. Вот это как раз очень интересная черта этой компании. На самом деле, эта компания имеет какую-то очень мощную корпоративную основу, корпоративную культуру, которая позволяет им, с одной стороны, иметь внутренний стержень и быть очень постоянным в чем-то. А с другой стороны, очень быстро, ну, опять же, по возможности быстро реагирует на изменения окружающей среды. Вы считаете, право признать ошибку и сказать об этом на весь мир — это сила? Я считаю, что да. Но нам это вообще не свойство. Мы будем скрывать, изворачиваться. У нас просто ментальность. То есть, мне кажется, там открытое общение с потребителями — это один из залогов успеха. Если фундаментальная основа Тойоты в ее уникальном подходе к персоналу, заключающему в воспитании, обучении и развитии. Николай, вы что, без Тойоты это не знали? Это ведь прописные истины. Ну, я вот, например, по себе понимаю, что иногда вот там, перечитывая книги, да, все равно, а, на этом больше фокусируешься, б, все равно впитываешь достаточно много новых идей. Это был Николай Сидоров, первое лицо «Абсолютбанка». Я благодарю вас за откровенную беседу и искренне желаем успехов вам и вашей команде. Спасибо большое.